Привет, дорогие мои друзья! С вами Воблер и добро пожаловать на канал! Это у нас игра Shadow Fight 3. И сегодня у нас ролик будет посвящен супер-боссу по имени Сержант. Это реально серьезная машина для убийства нашего персонажа. И я вам скажу, что не просто он проходит, сопробовал пройти его на безумном, никаким образом у меня это не получается. Что касается, сколько же у него брони и всего остального. Но я скажу так, дорогие друзья. Я сражался в дуэлях, и если сравнивать по урону, которым мне наносили там персонажи, там боты вы, там не игроки, запомните, там боты. Вот так получается, что где-то у Сержанта 550-530 броньки вместе с вооружением. То есть дамаг где-то одинаковый. И получается, что по одежде я к нему не совсем подхожу. То есть у меня 428. Получается, первый раунд убью, второй как-то еще как-то вытягиваю, а потом уже всираю. Что мы сегодня сделаем? Ну, во-первых, мы сейчас, конечно же, пойдем на безумном, попробуем что-то сделать. Но результат, я скажу, что будет ясен и понятный. Это еще этих чайных пакетиков. Попробуем апгрейдить нашего персонажа. И пойти к нему еще один раз. Что касается таких вот интересных моментов в игре, ребята. Ой. Я свои молотки эпически улучшил. Так, а что у меня не работает? Ага, давай. Все. До самого последнего уровня. Сейчас мы пройдем этот бой и расскажу некоторые интересные моменты, которые я заметил. Может, вы про это давно знали, а я недавно только узнал. И то, мне это друг подсказал в скайпе. Говорит, а ты видел такую вот фишку? Ты заметил? Говорю, нет, не видел. Это касается только эпических оружий. То есть молотков, шлемов и другого. Все же да, эпическое. На самом деле, у меня эпических деталей очень мало, потому что я играл без доната. А с сундуков мне выпадала какая-то фигня. То есть у меня только есть эпические молотки, по-моему, эпический шлем вроде бы и все. Насколько я помню. Вот здесь и начинается все руньканье. Да, да. Он нас серьезно дамажит. Да, да, да. Вот здесь вот дамажит. Вот так вот. Раз. И все. И сразу минус, наверное, 30% хп. Да. И мы ничего ему сделать не можем. Ну, это дело в том, что более-менее ему еще урон наносится. Тут можно уже не сражаться. Тут можно сейчас всерать и выходить. Дело в другом. У нас очень слабая броня, которая сильно, как бы, пропускает урон. Даже оружие, в принципе, можно с помощью него воевать. С помощью наших молотков, либо другого. Но там именно то, что мы пропускаем очень сильно. Видите, урон, как бы, наносится. Неплохой. Но наша броня не выдерживает. Здесь просто не выдерживает. И с этим ничего не сделаешь. Видите? То есть, в принципе, урон проходит. По нам. Хе-хе-хе. По нам урон проходит. Вы заметили. То есть, в принципе, если 420-430 общий сет брони, то можно сюда даже и не сунутся. Лучше подождать где-то 1-2 дня. Насобирать на чайных пакетиках. И тогда пойти его завалить. То есть, можно сказать, сержанта можно убить за 2 дня. Без доната. 2-3 дня без доната. С донатом, конечно, быстрее. Потому что сундуки вы открываете намного быстрее. Вот так. Видите? Урон проходит. Все нормально. То есть, в принципе, чисто его атаки очень сильные. Молотки они выдерживают. Они там 163. Дамага делают. В принципе, неплохо. Ну да, тут мы продули. Просто я знал, что мы продуем. Хотел вам показать, как это все делается. Но я думаю, что те, кто играли, знают, как это сливаться. Короче, в чем суть? Смотрите. В экипировку. Нет, не надо, Джун. Суть заключается вся в том, дорогие друзья, что... Эпические вещи. Давайте вам покажу. Мои молотки, да, вот эти вот проклятые близнецы, были где-то на 140... Я не знаю, что это у нас. На 140 рейтинга или что у нас? Силы. А, это силы у нас, да. 140 силы были. Где-то были здесь, в самом низу. Я думаю, ну сейчас я прокачаю молотки и пойду завалю сержанта. Но не тут-то было. Почему я выбрал именно молотки? Потому что у них очень хорошая есть способность. Этот циклон, она бьет 6 раз. С помощью этих молотков я, в принципе, дошел до вот этого уровня, который у меня есть. Получается, в чем прикол? Когда вы улучшаете эпическое оружие с помощью вот этих вот... Скажем, темной силы, которая у вас собирается при крафте, скажем, даже не так... При улучшении вооружения здесь, да, одежды. Можно улучшить до любого уровня. Допустим, если вы даже где-то были... Если бы даже циклон был здесь... Ой, то есть мои молотки были на 100. Я вот эту монету могу привести до самого сильного уровня. Вы поняли? Вот так вот. Все легко получается. По одежде все слабое. Сейчас пойдем и будем качать. Ну что ж. Давайте откроем сундучки. Что касается сундуков, дорогие друзья. Я, к сожалению, к ролику не готовился. Не было времени. Я отсутствовал несколько дней. То есть ролики выходили по автомате на ютубе. И не подготовился к сегодняшнему дню. Но ничего страшного. Я купил кристаллы, которые нам и помогут открыть сундуки, которые нам недоступны. Нет, не надо продолжить. Это все фигня, эти ролики. Давайте мы откроем эпический... А, редкий сундук. Это у нас редкие. Открытие. Не редкого сундука. Ага. Наша бронька сейчас должна качнуться. И все будет нормально. Мне главное, чтобы хотя бы до 500. Если мы до 500 доведем уже нашу одежду, продолжить, то все будет нормально, ребята. Давайте мы тогда еще чайные пакетики попробуем открыть. Так, экипировка. А, чайные пакетики. Вот они. У нас 4 штуки мы можем взять. Вы представляете? 4 мы сейчас откроем и постараемся завалить этого босса. Вы же можете написать в комментариях, на каком уровне вы завалили. На невозможном, на сложном, на нормальном. Ну, тут все дело заключается даже, я вам скажу... О, школа лезвий. Смотрите, какая хорошая белочка. Все, ребятки, заключается во времени. Если вы, конечно, по 500 раз терзаете одно и то же, то есть шанс, что вы победите, выработаете какую-то тактику. Когда же времени нету, то есть приходится тут... А, чисто сел, записал ролик, и ты его должен победить за какие-то 10-15 минут. О, шлем качнулся. Отлично. Ну, правда, не тот, что надо шлем. И одежда. Пока что чайный пакетик такой себе. Шлем только нам повезло, да? Давай еще. Все равно нам не хватает. Не хватает, ребята. Брони, чтобы он хотя бы стал на сложном. Потому что он очень сильно нас дамажит. На этом уровне. Одежды не хватает, ребята. Черт и шо получилось. Ясно. О, копье. Ну, копье, да, стало мощнее. У меня 163. Я не умею копьем драться. Не умею. Давай дальше. Ух ты. Одежда качнулась. Это уже хорошо. Уже хорошо, ребята. И, возможно, сейчас мы еще два раза откроем, и у нас будут силы. Будут силы, чтобы с ним справиться с этим сержантом. Там просто по нам очень сильно проходит урон, и с этим ничего не поделаешь. Да зачем мне шквал лезвий? Блин, дайте мне что-то другое. О! О, вот это, понимаю, вот это прокачал. Хорошо. Ой, ну а это что такое? Там же получше. Все равно мы будем тот шлем одевать. Что тут у нас? Не очень. Ясно. Продолжить. Еще один пакетик, ребята. Еще один. Давайте. Разрежем. Посмотрим, что нам дадут. Так, ни о чем. Идем дальше. Тоже ни о чем. Они мне не нужны. Электрошок-шлем. Ну, там, по-моему, у меня другая билка стоит. Тоже ни о чем. Блин, вы посмотрите, как же мне жестко не везет. Ай-яй-яй-яй-яй. Продолжить. Ладно, давайте, значит, мы откроем по сундукам. Я вижу, что не сильно я смог прибавить в броне. Ага. Есть. Вот. Хорошо. Давай мы, значит, отсюда все извлечь. Извлечь. Так. Извлечь. Одежда. Ну, чуть-чуть качнулась, да? Надеть. И сюда мы... Что у нас там было? Я уже не помню, если честно. Последовательский ударов ногой. Давай, удары ногой. Вдруг нам понадобятся эти удары. Надеть. И еще, по-моему, вот это у меня было. А, там удары ногой мы сняли. Ёлы-палы. Так, давайте мы сейчас... Применить. Надеть. Так, надели. Что у нас по молоткам? Копья стали мощнее. Блин, даром я только теневую энергию потратил, да? Вот эту. Теневые монеты, можно назвать их так, чтобы прокачать свои молотки. Снова копье стало мощнее. Блин, блинский. Я могу, да, взять копье. А что я никак не одену? Ну, одевай. Все. О, нам надо 500. 500, тогда мы сержанта сможем завалить. Все равно он стоит на безумном. Ммм. Ты посмотри, никак. Никак мы с ним не справимся. Не тот шмот нам дают. Угу. Шлем бесполезный. Качается. Шквал лезвий. Такое что-то ни о чем. Никчемный сундук. Что, посмотрим? Ну, давай посмотрим. И тут у нас бесполезный шлем качнулся чуть-чуть. Ясно. Что у нас? Еще последний сундук. Ну, давай откроем. Что нам еще остается, как не открыть? Посмотрим, что за барахло здесь выпадет. И насколько оно поможет нам в победе над сержантом. Хотя, мне кажется, ничего оно не поможет. Что тут? Просто, я не знаю, фигня какая-то выпадает. Реально фигня. А, тут куртка скаута. Так, у нас ничего нету. Мы как были на безумном, так и остались. Как мы сейчас будем его вырубать? В принципе, ничего не изменилось. Ни чайные пакетики нам не помогли. Нифига нам не помогло, дорогие друзья. Как мы сейчас будем его вырубать? Без понятия. Ну, давайте я копье возьму. О, с копьем он стал на сложном. То есть... Ну, давай попробуем. Я не знаю, насколько это будет у нас возможно с этим копьем. А ну... Подожди, я не туда пошел. Да ё-моё, куда меня понесло вообще? Ладно, давайте, если что, сейчас сундук заработаем. Не туда. Как раз сейчас мы испытаем копье. Я походу нажал в дуэль. Не надо было на... Нормальный. Нормальный ход. Давай. Копье, тычь и тычь. Что ты тычишь? Руби его так вот. Вот так вот. Так, кто-то пишет. Воблер, почему ты не юзаешь теневую энергию, ребята? Ну, что вам сказать? Не умею я юзать теневую энергию. Да. Вот так вот просто и элементарно. Давайте мы сейчас... Всрали. Всрали. А, я понял, почему мы всрали. Все тут ясно и понятно. Так, я нажал сдаться, чтобы отсюда выйти. Я понял, почему мы всрали. Я сюда уже дошел до такого уровня в дуэлях, где против меня ставят очень мощных противников, и я там уже не тащу. Короче, идем на сержанта. Идем на сержанта. Блин, сложно. Сейчас будем с ним драться. Посмотрим, что копье мы сможем сделать. Да, копье наносит больше урона, конечно. Давай, руби ты, е-мое. Ага. Ну, и не удар ногой, ничего не работает. Я и копье потерял. Нормально, блин. Ой. Хорошо. Лех. Отдохнуть. Лежать, сказал сержант. Давай мы его, ничего, мы его с кулакой сейчас вырубим. Смешно, когда я с кулаков больше наношу, чем с копья, согласитесь. Это, это реально очень смешно. Когда в рукопашную больше наносишь, чем с оружием. Это, это прям я не знаю, что это. Вот ему, по печени. В почку ему, ребята, дали. Ах. И сейчас начнется самое интересное. Вы же понимаете, теневая. Сержант. Вот, видите, теперь, в принципе, не так уж и сильно проходит по нам урон. Ага, это он сейчас включил своего чувака крутого. Ох. Оп. Ну, в принципе, неплохо прошел. В принципе, неплохо прошел. Урон по нам. То есть, есть, есть шанс здесь победить его. Вижу, есть шанс, если научиться юзать копье. Давай, давай. Вот так вот. Давай, раз, кали его. Еще разочек. Да, блин, своим молотком-то, ну, ядрить-то колотить. Давай, еще разочек. Еще. Да ну, не бей, блин, по голове. Давай, с размаха. Ах, теневую он применил. Чуть-чуть, ребята, не хватило. Все, на сложном его можно победить. Сложно, это уже не проблема, видите? Есть шанс, даже при том, что мы продули только что. Раз. Два. Еще разочек. По нам урон такой себе проходит, если честно. Нормальный. А что он с нами сделал? Подожди. Еще нас остановил. Давай, бей. Раз. Удар, удар. Еще разочек. Раз. Еще разок. Бей. Ну, такое дело. Давай. Да ты задолбал. Ну, ты реально, чувак, задолбал, а? Ну, все. Это мне капец. Опа. Плечо. Давай, бей. Да что это за фигня? Не, ну, тут уже все ясно. Никак мы его завалить не можем. Придется сейчас еще раз долбить. Ну, в этом раунде сейчас сольем это. Запас у нас очень слабый, конечно. Ага. Да. Да-да. Нормальный теневой только что слил. Да давай, вставай. Ну, что это, ну, что это такое, блин, за... У него за способность такая дебильная. Что нас замораживает? На. Ого. Вы видели, как он меня в прыжке просто остановил? Опа. По голове. Хорошо прошло. Давай. Оп. Кали. Поворот. Пошел. Поворот. Поворот. Пошел. Давай еще разочек. Оп. Колем. Раз. Прошел по нему. Давай. Еще разочек. Вон свои шипы. Опа. Пошел. Еще разочек. Сделай замах. Да замах сделай. Что ты е... Ого. Давай. Вот так вот. Хорошо. Первая победа в теневом. Есть. То есть будем рубить именно на дальней дистанции. Вот такими вот замахами. Последний раунд. Раз. Пошел. Два. Блин. Снова он вот это свою включил. Неуязвимость, скажем так. Да ты посмотри, что происходит. Давай. Раз. Блин. Блинский. Вот так вот. Нет, нет. Очень сильный. Очень сильно. Нет, в этом раунде никак. Вы видите. Я просто не контролирую своего сейчас персонажа. Он очень сильный. 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 Есть шанс. То есть нормально победил. Но сейчас он нас вырубит. Чуточку. Чуточку. Ну ничего. Мы сейчас еще сюда придем. Мы придем и постараемся его добить. Ну, нам бомжам монеты подсыпали. Продолжить. Мы сейчас вернемся. Мы вернемся. На этой же сложности, где сложно. И постараемся его домучить все-таки. Есть шанс. Есть шанс победить. Просто надо... Если бы два раза подряд его победить, то было бы круто. У нас был бы довольно большой запас на победу, да? Было бы, конечно, хорошо. Но это еще надо проделать нам. А что? Сопляк, без теневого ты не можешь? О, как он меня так? Ну, небольшой урон проходит. То есть одежда держит урон. Давай. Замах. А че? Вот так. А, надо, чтобы где-то на... На два корпуса, чтобы замах делать. То есть вблизи нет смысла делать замах. Я понял. Насчет копья. Блин, да ты просто тычь и все. Ты чего? Да тычь, ты посмотри. Ты чего? Давай тычь. Ну ты... Ну как? Я жму кнопку. Какого хера вообще я не могу понять? Персонаж как будто не слушается меня. Вот это убивает, честное слово. Ты жмешь, оно как будто где-то происходит на своей волне. Все, взяли. Если мы сейчас второй раз его победим, а потом пару раз проиграем. Но ничего страшного, потому что у нас будет довольно большой запас на это все, да? Тычь его. Ага. Ну тут сейчас мы ничего сделать не можем. Тут чисто наша бронька работает. Хороший кидок был. Тут ничего не скажешь. Давай. Сдавай, сдалека. Ага, промазал. Блин, зато он мне промазал, чувак. Молотки, это ж крутая тема на ближней дистанции. Все, все, что-то я... Ой-ой-ой, больно-то как. Да ну, а почему он еще вот это замораживает? Это вообще тупость какая-то. То есть я могу его завалить без проблем. Ой-ой-ой, он просто дает... Понимаете, в чем прикол? То есть у самого бота скилла вообще никакого нету. То есть он побеждает только потому, что он берет и получается неуязвимым. Это раз. Во-вторых, он просто замораживает нашего какого-то персонажа. Он даже двигаться не может. То есть сам бот здесь никакого, скажем, скилла не имеет. Чтоб какие-то он там примочки, приблуды делал, знаете, нифига нету. То есть он просто подошел, хряпнул и все. Сказать, что, блин, у него скилл какой-то, но это, блин, это тупо. Какой у него скилл? Скилл это если бы он пришел в меня и вырубил вот в честном бою, да? А так он берет и нихрена не делает и побеждает. Вот. Вот что это такое? Пришел, бамс. Разве это скилл? Потому что людям, которые говорят, что в этой игре решает скилл, ребят, какой здесь скилл? Решает только одежда. Одежда и броня. Вы видели? Когда было безумно, мы не могли его убить. Почему? Потому что по нам больше проходил урон. Сейчас есть шанс его победить. Почему? Да потому что у нас... Ага. Потому что у нас выдерживают еще какие-то удары. Вот так вот. Давай. Промазал, промазал. Хороший удар мог быть в голову. Давай, бей. Побожки получил я. Нормально меня приговорил. Как раз в то время, когда я юзнул теневую. Ох. Давай, руби его. Ё-моё. Ну, что ж то, ё. Блин, ну как? Ну как? Вот я же его только что мог просто добить. Вы сами видели. Мог добить. Давай. Вот так вот. Все. Ушлепок. Его еще раньше мог добить. Нет, он включил свою вот эту штуку, обилку или хер его, знаете, что-то за хрень, когда мы вообще не могли двигаться. Ну что, ушлепок, получил ты по заслугам, да? Гад ты. Сержант говорит. Дрянь. Не желаешь принять достойную смерть, но тебя все равно ждет трибунал. Тебе не удалось ничего добиться. Слушайте, он только что у нас лососнул, блин, и на нас еще тут обзывается. Лопух ты, блин. Днище морское, я бы тебе сказал. О, и Джун тоже тут что-то вякает. Мне удалось вырваться, нам надо бежать, пока они не опомнились, кричит Джун. А где она вообще пропала? В столице нас встретят, а тут уже и до дворца недалеко. Ну что, ребята, сержант повержен. На самом деле, реально днищенский босс. Он сам как по себе никакой, скажем, скиллом не является. Просто ему добавили вот эти такие моменты, которые мы не можем пройти. Ух ты, циклончик качнулся. Хорош циклончик. Вообще круто. Конечно, мы сейчас копьем деремся, но сам факт, что циклон качнулся, мне понравилось. О, 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 о. И зачем мне две карточки одинаковых с одинаковой броней? О, смотрите, ошибка. Награда за... Понятно. Но тут все ясно, тут все. Ничего нового. Ребята, мы перешли только что в главу 2. Что-то даже по экипировке у нас изменилось. Шлем остался тот же. Ага. Вот что у нас скачнулось. Что-то качнулось. Мы смогли победить сержанта. Да, это было долго. Ну а как же, ребята, вы видите, что на сложном, на невозможном так оно и происходит. Это тебе не... Вы поняли, о чем я говорю. Не просто так тут все. Ну а с вами был Воблер. Оставайтесь на канале. Скоро увидимся. Удачи. И пока.